Дай почитать. Она стала первой в мире женщиной, завоевавшей азиатский букер. Ее книга «Истории, рассказанная Луне» заинтересовала меня, и я прочитала эту книгу с большим интересом. Но нам, воспитанным на европейской и русской литературе, южнокорейская может показаться пресной, лишенной всяких стилистических украшений и нацеленной исключительно на содержательную составляющую. Для нас, если мы не посвящены восточную традицию, действительно 26 историй, рассказанных Луне, могут показаться не очень понятными. Основные темы – жизнь, смерть, сутьность бытия, призрачность счастья. Книга разделена в зависимости от фазы Луны на три части – растущая Луня, полумесяцу, полная Луня, убывающая Луня. При первом приближении текст кажется очень простым и незамысловатым. Все обычно и обыденно. То, что происходит с каждым из нас. Тем не менее, каждая из 26 новелл затрагивает какую-то очень важную проблему нашей жизни. То ли одиночество, то ли поиск смысла или радости, то ли страх, то ли неудача. Прочитав главы «Кошатник», разговор о красоте, урок жизни, чужая мечта, милые бабушки, так и хочется совершить что-то исключительно доброе и хорошее. Сама Син Кюн Сук называет свои новеллы простенькими историями, изначально посвященными Луне. И объясняет, для чего она их написала. Когда ты будешь бродить в поисках жилья, или составлять резюме, или когда тебя посетят мысли об одиночестве, или просто что-то внезапно тебя расстроит, и ты начнешь себя корить или захочешь сдаться. Я надеюсь, эти 26 историй, словно лунный свет, проникнут в тебя и заставят тебя сиять. Что ж, действительно благородная задача. Но одно я поняла точно, что в Южной Корее с работой очень плохо. 16+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok